Друзья, всем привет! Представляем вам обзор горячих новостей этой недели. Поехали! Одна из самых громких новостей этой недели – Газпром в очередной раз объявляет рекордные дивиденды. Как вы знаете, несколько месяцев назад Совет директоров компании рекомендовал направить на выплату дивидендов 50% скорректированной чистой прибыли компании, то есть около 1,2 трлн рублей. Эти дивиденды могли стать самыми рекордными за всю историю компании. Акции Газпрома на этой новости взлетели на невиданные 20%. Однако в конце июня собрание акционеров Газпрома приняло решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на рекордную прибыль. Эта невыплата годовых дивидендов стала первой с 1998 года. Решение стало неожиданностью для многих инвесторов. Доверие к Газпрому резко подорвалось. Многие инвесторы почувствовали себя обманутыми и недоумевали, как самая большая и самая авторитетная компания в России могла это допустить. Большинство инвесторов начали избавляться от своих акций, в том числе себе в убыток, так как не понимали, что ждать от этой компании в дальнейшем. На этих новостях акции компании в моменте падали на 32%. Тогда против выплаты дивидендов проголосовали владельцы 50,7% акций Газпрома, что почти полностью соответствует доле правительства – 50,23%. Решение объяснялось сложной экономической обстановкой, а прибыль должна была пойти на развитие инвестпрограмм и выплату дополнительных налогов. Привлекательность акций Газпрома для инвесторов упала. Некоторые аналитики считали, что компания больше не будет платить годовые дивиденды из-за нестабильности в экономике. Падение акций компании сильно повлияло на весь индекс, ведь доля Газпрома в индексе Мосбиржи на июнь 2022 года составила 20%. И вот недавно стало известно, что Совет директоров Газпрома, как ни в чем не бывало, рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51 рубля и 3 копеек за акцию. До сих пор компания ни разу не платила промежуточных дивидендов, а заявленный объем может стать рекордным не только для Газпрома, но и для всего российского рынка. Дивиденды должны утвердить на собрании акционеров 30 сентября. Однако в их утверждении сомневаться не приходится. Все высокопоставленные лица Газпрома, в том числе и Алексей Миллер, лично подтвердили выплату дивидендов. Эта новость повергла инвесторов еще больше шок, чем отмена первых дивидендов. Многие люди, разочаровавшись в Газпроме, предпочитают держаться от их акций подальше, даже несмотря на то, что после 30% роста акций годовая доходность на данный момент продолжает составлять не менее 20%. Интересно в этой истории еще и то, что новость о промежуточных дивидендах вышла вечером 30 августа, а ранее днем кто-то уже начал покупать большой объем бумаг. Налицо инсайдерская торговля. Самый главный вопрос, который волнует инвесторов – как за месяц ситуация в компании могла так резко поменяться? От нехватки средств на инвестпрограммы и отмены выплат до рекордных промежуточных дивидендов. В данном случае нет сомнений, что решение о дивидендах – это прямая директива правительства. Но что ждет компанию в будущем? Несмотря на рекордную прибыль за 2021 год, на данный момент мы наблюдаем отрицательную тенденцию в объемах поставки газа. В июле поставки составили лишь около 3,5 миллиардов кубометров, сократившись на 25% к июню. Поставки российского газа по итогам года могут впервые упасть ниже 400 миллиардов кубометров. Возможно, это последние дивиденды, которые инвесторы увидят от «Газпрома». Страны G7 собираются ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года, а на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года. Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых только морским транспортом. Цены на нефть могут установить в пределах от 40 до 60 долларов за баррель. Идея введения параллельной цены на российскую нефть возникла во время саммита G7 в конце июня. На нем США предлагали план, согласно которому от санкций в сфере страхования грузоперевозок будут освобождены только те страны, которые согласятся покупать топливо по установленной цене. Введение лимита на российскую нефть поддержала Еврокомиссия, однако страны G7 ожидают, что за введение ограничений выступят и страны-члены Евросоюза. В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат установление лимита цен. Неизвестно, кто явно выиграет или проиграет от этого потолка цен на нефть. России придется увеличить поставки в другие страны, чтобы не потерять часть своих доходов. Но странам G7 нужно будет искать поставщиков нефти, чтобы их экономики продолжили функционировать. Московская биржа рассматривает возможность запуска торгов 10-15 новым валютным парам в дополнение к уже торгующимся 17-ти. Биржа анализирует клиентский спрос, ищет поставщиков ликвидности и подготавливает торговую и расчетную инфраструктуры. Например, новой валютой может стать узбекский Сум. С конца июня Мосбиржа начала торговать армянским драмом. Также были планы начать торги Дирхамом – валютой Объединенных Арабских Эмиратов. Но пока он по-прежнему недоступен на российской площадке. Также биржа планирует расширить время торгов юанем из-за растущего интереса инвесторов к этой валюте. Курс биткоина опустился ниже 20 тысяч долларов после выступления Пауэлла в Джексон Хоул и составил 19 812 долларов. С начала года стоимость криптовалюты рухнула на 57% на фоне ужесточения монетарной политики во всем мире, которая может вызвать масштабную рецессию. ФРС продолжит поднимать ключевую ставку, пока рекордно высокая инфляция в США не начнет стабильное снижение. Повышение ставки – это повышение стоимости денег в экономике, то есть снижение инвестиционной привлекательности и бизнес-активности. Но других инструментов для борьбы с инфляцией у ФРС нет. Индексы фондового рынка США также обвалились. Например, индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу 26 августа максимально обрушился с мая. Если раньше движение цены биткоина было слабо связано с традиционными финансовыми рынками, то сейчас, по мере развития криптоиндустрии и внедрения криптовалют в экономику, движение цен биткоина и финансовых индексов стали чаще коррелироваться. За прошедшие полгода экономика России сократилась на 4%, вопреки прогнозам западных аналитиков. Напомним, что крупный финансовый конгломерат Джи Пи Морган в марте прогнозировал падение ВВП России во втором квартале 2022 года на 35%. Голдман Сакс предсказал, что экономика России переживет самый сильный спад со времен распада Советского Союза в начале 1990-х годов. Учитывая это, Джи Пи Морган пришел к выводу, что негативные факторы помогли сгладить благоприятные обстоятельства – высокие цены на нефть и увеличение экспортных поставок в страны Азии, которые отчасти нивелировали сократившиеся поставки в Европу. Акции Аэрофлота выросли на 4,75% на фоне новостей о господдержке на 50 миллиардов рублей и о планах компании приобрести более 300 российских самолетов. С одной стороны, это может показаться положительной новостью. Действительно, позитивным фоном для роста акций послужили новости о том, что государство предусмотрело 50 миллиардов рублей на поддержку группы Аэрофлот, и что авиакомпания планирует заключить контракт на закупку более 300 российских самолетов. Это в долгосрочной перспективе увеличит количество перелетов, сделает их более доступными для граждан. Но с другой стороны, Аэрофлот – максимально неэффективная компания для инвестиций. Имеет большой долг, сильно пострадала после пандемии, дивидендов за 2021 год не будет, цена акций за один год упала более чем в два раза. Компания одной из первых попала под заградительные барьеры Запада. Сначала Евросоюз, а затем Великобритания, США и Канада закрыли свои воздушные пространства для российских компаний. Все идет к тому, что Аэрофлот из крупной международной компании рискует превратиться во внутреннего перевозчика, главная задача которого – обеспечивать передвижение граждан по стране, при этом не извлекая из этого никакой прибыли. Также есть проблемы с обслуживанием самолетов. Доля судов иностранного производства достигает 76%. Расходы на топливо Аэрофлота за прошлый год возросли на 60%, что в условиях отсутствия прибыли только ухудшает ситуацию. Так что держать акции Аэрофлота у себя в портфеле – не лучшая идея даже при таких дотациях от государства. С 30 августа 2022 года IT Capital закрывает неквалифицированным инвесторам возможность покупать иностранные ценные бумаги. Клиенты российского брокера не смогут открывать новые позиции в акциях и облигациях от иностранных эмитентов. ЦБ России примерно месяц назад рекомендовал брокерам запретить неквалифицированным инвесторам покупать иностранные ценные бумаги из-за повышенных геополитических рисков. IT Capital стал первым из крупных российских брокеров, кто пошел на такой шаг. Но остальные брокеры, скорее всего, также последуют данной обязательной рекомендации, так как ЦБ будет проверять ее исполнение. Рекомендации ЦБ выглядят спорно, ведь вместо новых актуальных решений ЦБ выкатывает инвесторам очередной запрет. Похоже, что все идет к тому, что фондовый рынок России превращается во внутреннюю песочницу. Газпром построит на Дальнем Востоке газопровод в Китай Компания отчаянно пытается компенсировать текущее и будущее снижение экспортных поставок в Европу. А так как по оценкам аналитиков в ближайшие 20 лет прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире, это может быть хорошая возможность для компании. Однако вопрос в том, по какой цене Китай будет этот газ покупать, остается открытым. Этот проект позволит РФ выполнить условия 25-летнего контракта с КНР на поставке 10 миллиардов кубометров газа, которые компания «Газпром» заключила в феврале. «Газпром» уже приступил к разработке проектно-сметной документации, а для реализации всего проекта необходимо построить небольшой 25-километровый отвод от уже готовой магистрали Сахалин-Хабаровск-Владивосток, которая проходит вдоль китайской границы. Отметим, что это уже третий совместный проект с Китаем. Ранее были совместные проекты по проектированию и строительству газопроводов «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2». ExxonMobil, который принадлежит 30% в Сахалине-1, уведомила Россию, что подаст на нее в суд, если компании не разрешат выйти из нефтегазового проекта. В августе президент РФ Владимир Путин запретил иностранным акционерам из недружественных стран продажу стратегических активов в сфере ТЭК без специального разрешения, что, по мнению Exxon, ущемляет ее права. Компания готовится к подаче иска в Международный арбитражный суд, но результатов суда придется ждать несколько лет после всех разбирательств. Представители «Роснефти», которой принадлежат 20% в проекте, сказали, что это одностороннее решение Exxon, которое отозвало своих специалистов на объекте, что привело к убыткам. Из-за этого в июле добыча нефти на Сахалине-1 снизилась в 22 раза с 220 тысяч до 10 тысяч баррелей в сутки. Недавно стало известно, что Россия рассматривает план покупки юаней и других дружественных валют на 70 миллиардов в этом году. Однако сразу после появления данной новости в правительстве РФ ее опровергли и сказали, что таких планов нет. Но так как слух прошел, то эта новость так или иначе может быть актуальна в текущих экономических реалиях. Под дружественными валютами подразумеваются юань, индийская рупия, валюты стран Персидского залива, которые жестко привязаны к доллару, и некоторые другие. Их покупка в резервы нужна для замедления роста курса рубля, который находится на предельно низких значениях для устойчивости бюджета России. России нужно диверсифицировать свои резервы после заморозки половины накоплений, которые были в долларах и евро. В этом году 300 миллиардов долларов резервов России оказались замороженными странами Запада. При этом покупка валют дружественных стран может оказаться весьма проблематичной. Например, для закупок юаня нужно отдельное соглашение с Китаем. Покупка Дирхам ОАЭ подвержена высоким риском из-за потенциальной смены политического курса, а приобретение турецких лир может привести к обесцениванию части резервов. Даже с учетом падения экспорта нефти, среднемесячный объем продажи РЭФ в этом году составил 20 миллиардов долларов по сравнению с 14,6 миллиардов в 2021 году. Во многом на него повлияла цена на нефть, которая держится на высоких уровнях уже долгое время – около 90-100 долларов за нефть марки Brent. Россия заработала 97 миллиардов долларов на продажи нефти и газа в июле этого года, из них около 74 миллиардов долларов на нефти. В июле страна экспортировала 7,4 миллиона баррелей нефти, что на 600 тысяч баррелей в день меньше, чем с начала года. После того, как США и ЕС сократили импорт российской нефти, большая часть ее досталась странам Азии. Но в долгосрочной перспективе наращивать поставки в Азию будет сложнее, так как нефтеперерабатывающие заводы в Китае и Индии имеют свой предел. На этом все. Пишите в комментариях, понравился ли вам выпуск и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там вы найдете еще больше новостей, а также отчеты компании, свежую инфографику и многое другое. С вами был Сложный Процент, до новых встреч!